Слава Господу! Сегодня в нашем стремлении найти истину мы как адвентисты 7 дня всегда обращаем наше внимание на самую главную книгу, которая есть у нас. Это есть что? Библия. Библия, только Библия это единственный путеводитель, который нам сегодня может показать истинное направление, куда нам идти. И как вы уже заметили, из названия проповеди сегодня будет непростая тема. Движение ЛГБТ и Библия. Вы знаете, что аббревиатура ЛГБТ, она сегодня даже чуть больше. Там есть и плюс, и другие буквы, но мы будем использовать эту короткую форму, потому что к тому времени, как выйдет программа, может быть они еще добавят там несколько букв, мы не знаем. Но этот вопрос сегодня очень важен и актуален. И вот экклезиаст, самый мудрый человек, который жил на этой земле, в 3 главе и 7 стихе сказал, «Время молчать», это вторая часть, «Время молчать и время говорить». Я думаю, что сегодня пришло время нам, как верующим людям, говорить. И вопрос, почему? Почему я сегодня решил говорить на эту тему? Ведь это обычно не моя любимая тема, вы все прекрасно знаете, о чем я люблю говорить. Я люблю говорить о пришествии Господа, о последнем времени и другие вопросы. Но несколько моментов, которые меня очень сильно беспокоят, и я переживаю за это. Первое. Меня беспокоит направление нашего общества, всего общества. Движение всего общества в сторону ЛГБТ-движения. Сегодня, если вы пойдете в любое место, где бы вы ни находились, в любой офис, вы очень часто там увидите, что все добро пожаловать. И вроде бы название хорошее, но оно имеет подтекст, что включает всех. И меня беспокоит, потому что сегодня современное общество, оно не только имеет направление. Второе. Оно очень сильно влияет на церковь, которую я люблю. И постепенно, под этим огромным давлением, через определенные трещины, этой идеи проникают в церковь. И это, к сожалению. Я также переживаю за будущее поколение. Молодых людей, молодых парней и девушек, которых сегодня общество очень сильно давит. Может быть, мы, как старшее поколение, мы уже утвердились в этих вопросах. Но, к сожалению, молодые люди под воздействием массовой мидии, они эти вопросы очень слабо понимают. И очень слабо принимают. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание. Я также очень сильно переживаю за детей, которых разум сегодня переполнен этой информацией о нетрадиционных браках. И вот это беспокойство, оно привело меня к тому, что я хочу сегодня вместе с вами поговорить на эту непростую тему. И посмотреть со стороны Библии, что Библия нам говорит по этому вопросу. О нетрадиционных браках, о ЛГБТ, о трансжендерах и так далее и тому подобное. Вот несколько примеров, которые меня побудили сегодня говорить на эту тему. Буквально недавно, вот 3 июня 23 года в Нью-Йорке, Нью-Йорк пост написал, что на недавнем параде ЛГБТ, они кричали лозунги, где они говорили, мы тут, мы никуда не денемся и мы придем за вашими детьми. И это беспокоит меня, потому что направление вот этого движения, оно четко и ясно направлено на то, чтобы захватить умы молодых людей, которые не установились еще в своих понятиях. Буквально 2 года назад хор из 8 одного гея из Сан-Франциско выступил на Ютубе с песней, которая говорит, мы обратим ваших детей. И это случится шаг за шагом, тихонечко и неожиданно, и мало кто из вас даже заметит это. Вот что говорила эта песня. То есть мы видим это направление, которое имеет это движение. Я не знаю, или следите вы за школами, что там происходит. Сегодня в детей в возрасте 4 до 8 лет очень часто обязуют читать книги, которые касаются вопросов трансгендеров, где описываются однополые браки как нормальные и попытки детей превратить их в трансгендеров. То есть их как бы намекает на то, что каждый из вас, ребенок, вы должны посмотреть, какие у вас тенденции. Может быть вы имеете нетрадиционное движение. Вот возьмем один из примеров. Эта книга, которая предлагается детям, называется «I am jazz». Это 32 страницы книги. Она очень сильно распространена. Она была наделена очень многими наградами. И, к сожалению, эта книга очень распространена в школах. И она предлагается детям с 4 до 8 лет, чтобы они читали. И вот что там говорится. Там говорится, это мальчик, который родился, но он считает, что он девушка. И он говорит, я имею разум девушки, но тело парня. И это называется трансгендер. И я был рожден таким. Он утверждает. И, к сожалению, мы видим, что эта книга имеет огромное влияние на детей, потому что дети, читая эту книгу, они начинают задавать себе вопросы и изменять свои взгляды. Но что интересно, в недавнем исследовании было показано, что от 65 до 94% подростков, которые в раннем подростковом возрасте чувствовали себя в opposite sex, как это правильно сказать по-нашему, то есть противоположным полом, то есть мальчик чувствовал себя девушкой, а девушка чувствовала мальчиком, в позднем подростковом возрасте они возвращались к пониманию того, в какой биологически они находились. То есть мы видим, что тенденция очень многих в этом возрасте очень шаткая. И это возраст, который как раз-таки очень сильно уязвим для таких моментов, которые касаются ЛГБТ, однополых браков и трансгендеров. В Америке есть такая организация, которая называется Heritage Foundation. И это организация, которая прилагает максимум усилий для сохранения традиционных взглядов в Соединенных Штатах Америки. И вот что они говорят. Они говорят, что все чаще и чаще дети становятся жертвами сексуального контента именно в школах, под так называемыми уроками сексуального образования. За пределами этого образования в этих книгах очень часто непристойно и направлено на то, чтобы побудить у детей какие-то душевные расстройства. Это есть очень сильно безопасно, потому что дети, они когда видят вот такие моменты, они изменяют свои взгляды. Также несколько исследований показали, что раннее воздействие на малых детей с сексуальным контентом, оно связано с душевными расстройствами. И позже в жизни это подталкивает их на сексуальные какие-то рискованные поведения, а также зависимости от порнографии во взрослом возрасте. Также есть определенные организации, которые проталкивают, продвигают специально это движение ЛГБТ. Они говорят, что нам нужно изменить мышление американцев. И каким путем? Они вычислили, что в среднем каждом американском доме более семи часов люди проводят за массовой мидией, то есть телевизор, компьютер и так далее и тому подобное. И они говорят, что вот это является именно тем путем, который они попытаются проникнуть в традиционные дома. Если вы уже заметили, что этот диалог проходит буквально везде и всюду. Любая программа, любые новости, любые моменты всегда упоминаются, что есть что-то нетрадиционные браки, ЛГБТ и так далее и тому подобное. Вот такой массовой информации они пытаются проникнуть в традиционные семьи и насадить вот эти идеи ЛГБТ-движения. Также сегодня мы заметим, нужно обратить особое внимание на Голливуд. Практически сегодня не производится ни одного фильма, в котором нет героя геев. Просто нет таких фильмов. Не говоря о том, что мультфильмы, которые направлены на очень маленький возраст детей, они буквально пропитаны вот этой идеологией ЛГБТ и этих движений. Они специально делают для того, чтобы проникнуть в сознание детей, чтобы они изменили свои взгляды. Поэтому нам, как адвентистам седьмого дня, мы должны четко и ясно понимать и видеть вот эту проблему. Когда мир с такой силой давит на нас небиблейскими идеями, время говорить, дорогие друзья. Когда массовая медиа, которая пропитана противобиблейскими идеями и насаждениями идеями однополых браков, время говорить. Когда книги с трансгендерами насаждаются нашим детям в наших школах, время говорить. Когда большие магазины, они производят одежду, продукцию, которая направлена на детей для того, чтобы их убедить, что ЛГБТ все окей, время говорить. Когда наше общество влияет на наших молодых людей и постепенно проникает в структуру церкви, время говорить, дорогие друзья. И вот это время мы должны говорить. Вопрос заключается в том, а что же Библия нам говорит о сексуальности и однополых браков? Действительно ли некоторые люди рождаются уже предрасположенностью к однополым бракам? Действительно ли кто-то физически мужчина, а внутри женщина? Или вообще можно ли что-то поменять? Ну, во-первых, перед тем, как мы начнем наше исследование, мы должны, во-первых, сказать, что нам, как христианам, не нужно делать по этому вопросу. И это очень важно. Я хочу подчеркнуть. Есть моменты, которые мы не должны делать. Во-первых, христиане осуждают любое насилие против другого человека, и это является нарушением Божьего закона. Понятно этот вопрос? Никакого насилия, да? Во-вторых, римлянам 5 глава, 8 стих, мы читаем следующий момент. Но Бог, Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще какими? Грешниками. Дорогие друзья, Христос умер за каждого человека. Как вы думаете, Он умер за геев тоже? За трансгендеров? За других людей? Или нет? Или есть какое-то исключение? Есть ли какое-то исключение, за кого Христос не умер, Его жертва не покрывает того человека? Что-то тишина, что-то... Да или нет? Что мы, как адвентисты, говорим? Что Павел здесь говорит, да? Он четко и ясно говорит, что умер Господь Иисус Христос за каждого человека. Сам Иисус, мы видим, любил своих врагов. Да, вы помните? На кресте Он любил своих врагов. А кто мы, чтобы кого-то ненавидеть или кого-то насилие какое-то проявлять? Поэтому мы должны понять, что мы все нуждаемся в благодати. И мы все уважаем выбор других людей. К сожалению. Потому что даже сам Господь уважает и ваш выбор, и другого человека. Нам необходимо любить грешника, но ненавидеть грех. Я знаю, это очень непросто сделать. Или это просто сделать? Это один из самых сложных вопросов. Как это, любить грешника, а ненавидеть то, что он делает? Да? Как это? Есть ли у вас опыты какие-то по этому вопросу? Но Библия четко и ясно говорит, что мы должны разделять, и сам Господь разделяет этот момент. Потому что, к сожалению, очень часто наша ненависть к людям очень часто проявляется в том, что то, что он делает, мы уже ненавидим и так далее и тому подобное. Римлянам 12 глава и 2 стих апостол Павел говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Задача церкви сегодня, дорогие друзья, это не быть трансформированным обществом, но задача церкви трансформировать и изменять что? Общество. Задача церкви изменить культуру, но не быть изменяемой культурой. К сожалению, очень часто получается так, что направление всего общества влияет на понимание церкви. И очень часто эти идеи проникают, начинают проливаться в церковь, и они начинают быть принятыми в церкви. Церковь сегодня должна быть светом в этом мире. Смотрите, апостол Павел, апостол Павел филиппийцам, 2 глава и 15 стих говорит, «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». То есть мы видим, Павел писал, вообще Павел жил тоже в непростое время, да, вы помните, что там был и разврат, там тоже были и однополые браки, и все остальное. И он здесь четко ясно говорит, что в этом строптивом и развращенном мире мы как церковь должны быть чем? Светом, дорогие друзья. Светом мы должны быть. Поэтому от нас должен исходить свет, не ненависть, но свет истины, который записан на страницах Священного Писания. И это очень важно заметить. Дорогие друзья, мы должны отставить наши чувства, но обратиться к Священному Писанию и говорить только то, что говорит нам Священное Писание. И, конечно, по этому вопросу, когда мы говорим о однополых браках, нам нужно возвращаться куда? В самое что? В самое начало. Ибо в начале, как говорил, так что не было. Посмотрите, в Бытие 1 глава, 27 и 28 стих говорится следующее. «И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божьему сотворил его мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всякими животными, пресмыкающими на земле». Мы знаем, что здесь, когда говорится «и сотворил Бог», используется особое еврейское слово, которое касается творения или возможности творения только Бога. Потому что из ничего Бог создал. Он создал человека, мужчину и женщину создал. И создал он их в какой образ? Свой образ, да? А вот когда человек является образом Божьим? Что согласно 27 стиху здесь говорится? Когда именно человек является образом Божьим? По образу Божьему. Ну вы читаете или нет? У вас есть священное писание? По образу сотворил его мужчину и женщину. То есть мужчина и женщина являются чем? Образом Божьим. И мы понимаем, что там в других местах говорится, что и познал Адам Еву, и стали уже не двое, а что стали? Одна плоть. То есть в этом святом союзе между мужчиной и женщиной, которую Господь создал, они являются чем? Соединением образом Божьим. Вы заметили это? Мужчина и женщина. То есть не один мужчина, и не одна женщина, а именно в соединении мужчины и женщины, они являются образом Божьим. Тогда получается, однополые браки, два мужчины, какой они образ создают, когда они соединяются? Какой образ они? Они могут образ Божий создать? Нет. Они создают образ Антихриста, или противника Бога, или дьявола. Дорогие друзья, вы понимаете, почему Господь так ненавидит это, и во многих местах Он говорит, что это мерзость есть. Это даже не грех, это мерзость Он говорит. Потому что в соединении однополых браков, это мужчина-мужчина, или женщина-женщина, они искажают образ Божий до такой степени, что они становятся противниками Бога. Это очень важно заметить. Также мы видим, дорогие друзья, что 28 стих Господь дал особое повеление мужчине и женщине. Плодитесь и что? Размножайтесь. Идея Бога. Когда мужчина и женщина вместе, они имеют способность производить себе таких же. Понимаете? И мы видим, что это было благословением. Но парадокс заключается в том, огромный, что в соединении однополых браков ни одна сторона, ни вторая сторона, она не может произвести следующее поколение. Поэтому мы видим, что в этих однополых браках, в этих моментах, оно полностью искажается, искажается образ Божий или идея Бога от самого начала, что Господь заложил. Мы видим, дорогие друзья, что создал Бог Адама и Еву. Он не создал Адама и Стива, Он не создал Еву и Марию, Он создал одного Адама и одну Еву. И в этом святом союзе они отражают образ Божий и наполняют свою землю. Это была идея Бога от самого начала. Поэтому Господь такой противник является этих однополых браков, однополых взаимоотношений, дорогие друзья. Следующий очень важный момент. Мы видим, что сам Иисус Христос полностью подтвердил вот эту идею брака между мужчиной и женщиной. В Евангелии от Матфея 19 глава с 4 по 6 стих мы читаем. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одно плоть. Так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал тот человек, что да, не разлучает. То есть Иисус Христос полностью подтвердил историю творения мужчины и женщины в Святом Союзе как единое тело, которое отражает характер Божий, дорогие друзья. Так что те, кто хотят сказать, что мужчина и мужчина или женщина-женщина является каким-то союзом или брака, оно не выдерживает никакой критики, потому что оно никак не сочетается ни физически, ни эмоционально, ни духовно. Оно не соотносится с Библией и с тем оригинальным планом, который Господь заложил от самого начала, дорогие друзья. Но, к сожалению, человечество постепенно после творения уходило от этих идей. И дьявол каким-то образом влиял на людей так, что мы приходим в Бытие 19 главу и мы там уже встречаем такие города, падшие, как Содом и Гамора. Вы помните эту историю, да? В чем их была проблема? Какая там была самая большая проблема? Когда Господь говорит, что их грехи уже что сделали? Наполнили чашу беззакония. То есть уже все, то есть уже как бы дальше нельзя было. И Бог должен был их уничтожить. И какой самый главный грех у них был? Мы видим, дорогие друзья, садомизм, это даже есть такое слово, это были однополые браки. Это были однополые взаимоотношения. Мы не знаем, там были браки, но там было, там это был разврат на высшем уровне. Так что даже каким-то образом оно и влияло на праведного лота и на его семью, потому что позже мы знаем, что он тоже совершил то, что не должен был совершить. Мы видим, дорогие друзья, что Содом и Гоморра, уничтожение Содом и Гоморра вообще Господь оставил как пример того, что будет с теми, кто будут жить согласно тому. И мы знаем, уничтожение было огромным, да, был огонь с неба пришел, в принципе, точно так, как и Господь будет в конце времени уничтожать грешников. К сожалению, общество меняет взгляды многих людей, также включая христиан. Так что всегда нужно обращаться к Священному Писанию. Мы видим оригинал, мы видим, как Господь потом уничтожает, а вот в Левитах Бог определяет поведение жизни своих детей. Бог дает законы, которые регулируют и устанавливают, как вообще, если ты хочешь принадлежать к народу Божьему, как ты должен жить, какие твои действия должны быть. И мы знаем, что в Левитах 18 глава, это вообще называется глава святости или чистоты. Господь касается многих вопросов. И именно этого вопроса Он тоже там касается. Но что интересно, многие люди говорят, ну это цереминальный закон, он вообще к нам не имеет никакого отношения, только к евреям. Но в действительности, если мы глубоко посмотрим на эту главу, мы что-то увидим глубже. Эта глава говорит не только о цереминальных законах, но и о законах, которые Господь установил от самого начала. Посмотрите, Левит 18 глава и 20 стих, из этой же главы мы встречаем, и женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя твое и оскверниться с нею. Какая это заповедь, дорогие друзья? Это цереминальный закон, который относился только к евреям, или это установление Божие, заповедь Божия? Какая это заповедь? Это седьмая заповедь, дорогие друзья. 21 стих, посмотрите, что он говорит. Из детей твоих не отдавай на служение Молуху и не бесчестие имени Бога твоего, потому что я Господь. То есть не поклоняйся идолам. Это какая заповедь? Это вторая заповедь, мы видим, дорогие друзья. То есть мы видим, что здесь Господь дает более ясное объяснение, что касается законов Божьих и как себя вести. И вот в 22 стих Господь напрямую, без двух смысла, ничего тут нельзя не добавить, не отнять. Говорит следующее, не ложись с мужчиной, как с женщиной, потому что это что есть? Это есть мерзость, дорогие друзья. Мерзость, это есть перед Богом. И здесь не говорится никаких исключений. Здесь не говорится, что это только касалось евреев. Здесь не говорится, что ну может быть позже мы поменяем свой взгляд. Нет, дорогие друзья. Вот именно в 18 главе Левит говорится то, как должен жить человек, который хочет принадлежать к народу Божьему. И если ты себя называешь детям Божьим, то ты должен жить что? Согласно вот этому, этим повелениям. Но это то же самое, да, скажем так. Мы адвентисты не употребляем свинину. Это правильно, да? Или может кто-то употребляет? Ну мы не употребляем. Ну мы, знаешь, кто-то бы пришел и сказал, я адвентист, но ем сало. Как бы вы отнеслись к этому человеку? Что бы вы сразу сказали? Ну что-то тут не сходится. Ты или ешь сало, или ты адвентист. Как бы одно, второе что? Не приходит. Понимаете? То же самое и здесь. Ты не можешь сказать, что ты в однополом браке и сказать, что ты принадлежишь к народу Божьему. Здесь 18 глава Левит это полностью отделяет. Она полностью отделяет и говорит, это невозможно. Это невозможно, дорогие друзья. Здесь она не говорит ни о исключениях, ни о каких моментах. Здесь четко и ясно, напрямую Бог указывает, что это есть мерзость перед Господом, дорогие друзья. Следующий момент, который очень часто вы встречаете, я думаю, где говорится, ну, многие люди утверждают, что геями уже рождаются, что уже у них есть какой-то ген геевский и многие из геев говорят, слушайте, но Бог создал нас такими, мы ничего сделать не можем. Мы были такие рождены. Мало того, некоторые идут дальше и они говорят, что нет, это вообще дар Божий, что у нас вот такая тяга. Но как реагировать на эти моменты? Ну, давайте обратимся сперва к научным моментам. В научном журнале Nature исследование проводилось в Harvard, MIT и они выпустили статью, которая говорит следующее, no gay gene, то есть не существует гена геева, единого гена, который бы отвечал за то, что человек является геном. Это исследование провели более чем на 400 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что нету единого гена, который бы отвечал за то, что человек должен быть геем. То есть, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ген, что такое ген? Ген это у нас внутри программа, которая нас заставляет что-то делать или жить согласно. Поэтому ученые говорят, нету единого гена. Да, они сказали, что приблизительно от 8 до 25 процентов некоторых людей есть определенная комбинация генов, которые вместе с другими факторами могут повлиять на то, что человек будет иметь взгляды или предрасположенность. Но это шанс очень маленький, дорогие друзья. Возможно, что они четко ясно установили, что многие факторы влияют на то, что человек выбирает вот этот путь. Во-первых, это окружающая среда. Второе, это воспитание в семье, общество, выбор, многое, что другое влияет именно на то, что человек становится на этот путь. Ну, хорошо, давайте представим, что в действительности люди рождаются с предрасположенностью к однополым бракам. Ну, давайте представим себе. То есть очень интересное исследование, которое проводилось на идентичных близнецах. Ну, вы понимаете, идентичные близнецы, у них гены какие? Я не знаю, мы или спим, или что? Идентичные близнецы, у них гены какие? Разные или одинаковые? Один в один, вы знаете? Значит, они провели исследование, и они увидели, что очень маленький процент в этих случаях один из близнецов уходит и вступает в однополые браки. Очень редко, очень маленький процент, но один. То есть, если бы был какой-то ген, который отвечает за это, то что бы получилось? То бы двое, да? Вы понимаете, потому что одинаковая геномасса, или, скажем так, генный фон, но только один. То есть, это толкает нас на понимание, что, скорее всего, другие факторы влияют на выбор то, как человек идет в эти отношения. И вот представим себе, что действительно люди имеют вот этот ген. То тогда никакого осуждения. Но что интересно заметить, что ученые четко-ясно сказали, что нету, возможности какого-то. И огромные факторы влияют на то, что человек выбирает. Поэтому является ли это предрасположенность к однополым бракам волей Божьей? Понимаете, предрасположенность? Или Божьим даром? То есть, предрасположенность, да? Вы понимаете, многие говорят, ну я предрасположен к чему-то, да? Это является Божьим даром? Или это что-то другое? Что нам Библия говорит по этому вопросу? Ну, представим себе, что мужчина родился с предрасположенностью иметь интимные отношения с женщинами, неконтролируемые, да, отношения с женщинами. Может ли он сказать, что это дар Божий? Ну, церковь сразу скажет ему, что, седьмая заповедь, бабай? Почему тогда геи могут сказать? Да? Это проблема. А есть ли предрасположенность у людей к алкоголю? Да или нет? Конечно. А к воровству? А обсудить ближнего? к насилию? То есть мы видим, дорогие друзья, что предрасположенности хватает очень много. И все они, что, являются грехом? Но почему-то общество выбрало одно и сказало, но это окей, это хорошо, а другое все остальное что? Не принимает. Дорогие друзья, да у нас у всех есть предрасположенность. Правда или нет? И только каждый человек знает, к чему у каждого, с чем он борется каждый день. Ведь предрасположенность, это не является тем, что тебя двигает. У тебя есть разум, который контролирует, да, твои принятия решения. Но мы имеем надежду, дорогие друзья. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих говорит, «Итак, кто во Христе, тот что? Новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Господь говорит, что Он единый, кто может изменить наш внутренний фон, нашу предрасположенность, нашу греховную тягу к чему-то. И это независимо. Или это однополые браки, или это другая женщина, или другой мужчина, или это воровство, или это ложь, или это насилие, и так далее, и тому подобное. Этот список может быть бесконечный. Дорогие друзья, Господь говорит, только Он. Кто во Христе, тот новая тварь. Здесь есть надежда. И вот в Коринфянам Павел очень интересно пишет. Потому что в Коринфянах тоже уже такая идея пришла, что Господь любит всех, да и вообще, ну, все не могут погибнуть. Господь что-то придумает. Это не может быть. И вот здесь Павел говорит так. Или не знаете, что неправедные царства Божьего не наследуют. Не обманывайтесь. То есть Павел уже тогда говорит, слушайте, не обманывайтесь. Потому что идей таких куча, море, да, что, слушай, Бог всех любит, в конце концов Он всех спасет, или Бог всех простит, и так далее, и тому подобное. Ну, Павел говорит, но, 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 но. Не обманывайтесь. Далее дает он целый список вот этих всех предрасположенностей, которые у них есть в человек. Ни блудники, ни идолслужители, ни пролюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злорычивые, ни хищники. Царство Божье во что? Не наследуют, дорогие друзья. Они не войдут туда. То есть, ну, а что можно придумать? Можно какой-то обход? Может, есть другие ворота где-то в Царстве Божьем, где другие правила? Или что? Понимаете? Интересно заметить, не малаки. Вы читали, что это такое малаки? Знаете вообще идею? Это, это мужчины, которые переодеваются в женщин и ведут себя как женщины. И Павел говорит, слушай, вот это есть трансгендеры. Вообще, малаки это трансгендеры, скажем так. Ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, никто туда не войдет, дорогие друзья. Но Павел дальше говорит, он вообще и дальше говорит к коринфянам, да и к нам обращается. И такими были некоторые, что? Из вас. Но вы омылись, но осветились, оправдались именем Господа Бога нашего Иисуса Христа. То есть, есть шанс ко спасению. Есть шанс омыться, оправдаться и стать другими. Елена Ваят, желание веков, 671 страница, говорит следующее. «Христос нам даровал свой дух как божественную силу для победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу из-за впечатления своего характера в своей церкви». То есть, Елена Ваят говорит, что Бог оставил Святой Дух, чтобы Он как раз таки работал над этими наклонностями, которые мы были рождены с ними, и некоторые, что, приобретены. Поэтому есть шанс для спасения, есть шанс для изменения каждому из нас. Интересно, что Павел также касается этого вопроса ЛГБТ в своем послании к римлянам. Знаменитое послание к римлянам, очень важное послание. Интересно, что, если мы посмотрим на общий фон римлянам, то мы видим, что Павел говорит о великой борьбе. И вот в первой главе римлянам он говорит, что все язычники потеряны. Во второй главе он говорит, что, ну, евреи тоже все потеряны, потому что они исполнили волю Божию. В третьей главе он объединяет, говорит, что все лишены славы Божией и согрешили, нету ни одного праведного. Ну, далее четвертое, по шестую главу он говорит, что есть возможность оправдания через веру по благодати Божией и получить спасение. И вот седьмая глава он говорит о великой борьбе внутри человека, где он говорит, бедный я человек, потому что хочу делать доброе, а что получается злой. А восьмая глава он говорит, что новая тварь, нет никакого осуждения тому, кто в Иисусе Христе. То есть вы понимаете этот фон. И вот в первой главе, когда Павел говорит о потерянных язычниках, он именно обращает внимание на ихнюю сексуальную распущенность. И вот в римлянам, в первой главе с 26 по 27 стих он говорит следующее. «Потому предал Бог их постыдным страстям. Женщины их не заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение». Дорогие друзья, Павел обращает внимание, что именно языческий мир он был предан этим страстям. И, кстати, должны заметить, что Павел жил в то время, когда это было очень сильно распространено. Что в Римской империи, что греческая культура, они лояльно к этому относились. И многие этим занимались. Но Павел четко и ясно говорит, что так не должно быть. И что интересно, он говорит, что заменили природнее употребление. Откуда он это вообще берет? Природнее употребление. Как вы думаете? Да он берет, если мы посмотрим на эту главу, он говорит о творце и о творении. Он обращается к самому началу, что природнее употребление это мужчина и женщина вместе. Но когда два однополых брака, это противоестественно. Это то, что Бог ни в коем случае не применяет, не употребляет. И вот смотрите, Римлянам 1 глава 25 стих, где он говорит, они заменили истину Божьей ложью и поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков. Аминь. То есть Павел говорит, что они откинули Творца и служили идолам, и это их привело к неприроднему что? Употреблению того, что Господь запретил. То, что Бог создал в начале, это было естественные, природные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Для апостола Павла это было очень очевидным. К сожалению, он этого видел очень много. Но он отвергал это и четко и ясно учил каждую свою церковь, что это есть заблуждение и грех. И он четко и ясно сказал, что нету, нету возможности войти в Царствие Божие ни мужеложникам, ни Малакиям, ни Лихаимцам, никому другому, кто будет идти против воли Божьей. Но что интересно заметь, здесь в 25 стихе говорится, что они заменили истину Божьей ложью. Как вы думаете, почему наше общество сегодня пришло к такому критическому моменту вот по вопросу ЛГБТ? Ведь наша страна, в которой мы здесь живем, это страна реформации. Это страна, где очень сильно уважают Библию, где очень сильно уважают Бога, религию и так далее и тому подобное. Как вы думаете, почему Соединенные Штаты дошли до такого критического момента? Вы должны заметить еще одну очень интересную вещь, что в Европе это движение уже давно, но оно не лезет в церковь. Здесь же, в Соединенных Штатах Америки, к сожалению, оно хочет прийти в церковь. Даже песни поются, что «Let me go to the church», то есть «Я хочу в церковь». Также мы видим, что многие знаменитости, они говорят, что если они геи, они говорят, что это дар от Бога. Это не просто так. Я глубоко убежден, дорогие друзья, что, к сожалению, наше общество, оно пришло к такому моменту, потому что оно отвергло истину о нашем Творце. Через субботний день, через четвертую заповедь, когда общество полностью откинуло сегодня Бог, если мы посмотрим первую главу, там даже говорится, что Бог их предал этим страстям, потому что они отвергли славу Божию, заменили, то есть почитайте первую главу. То же самое и сегодня. Общество, которое отвергло священное слово, закон Божий, сказало, нам четвертая заповедь не нужна, мы будем праздновать день Господний в воскресенье, то есть отвергая Творца, они со временем пришли к этому состоянию, дорогие друзья, в котором мы находимся. Итак, какой вывод мы можем сделать? Первое, Бог сотворил нас всех и у нас всех есть тенденция к греху. Второе, Бог призывает нас любить, а не ненавидеть и иметь сострадание друг к другу. Третье, любить, это не означает соглашаться со стилем жизни, это не означает молчать, вообще любить, это наоборот, говорить человеку истину и открывать ему глаза. Четвертое, однополые отношения или ЛГБТ не согласуются ни в какой мере, ни в каком варианте с волей Божией и со священным писанием и не является волей Божией, оно является грехом, прямым грехом против Бога. И пятое, через благодать Божию мы все можем стать новым творением, которые будут в согласии с Богом, потому и есть шанс для спасения у каждого из нас. А теперь немного по скрипту хотел поговорить с вами. Знаете, очень сильно я переживаю за наше молодое поколение. Я уже сказал, что как-то мы старшее поколение, мы уже более установились в этом вопросе, но молодые люди, которые очень много смотрят и голливудских программ, и всего остального, они подвержены этому моменту. Я даже замечаю, что с каждым поколением толеранция к этому вопросу становится все более мягче и мягче. Даже возьмите старшее поколение, наше поколение, и возьмите молодое поколение, оно уже более согласно. Ну окей, это уже часть общества, уже никуда не деться. Но наша задача, дорогие друзья, чтобы мы не потеряли никого. Это очень важно. Вот я обращаюсь особым образом к молодым людям, которые планируют создавать семьи, которые уже создали семьи, имеют маленьких детей и так далее и тому подобное. Обратите внимание, я вас прошу, воспитывайте мальчиков мальчиками, а девочек девочками. Как ни странно, но я должен это сказать, потому что сегодня тенденция в этом мире очень опасная. ведите себя, мамы и отцы, достойно призвания, потому что дети, смотря на ваше поведение, очень часто потом могут сказать, что нет, а потому что ты так себя вел, я выбрал это, дорогие друзья. Как ни странно, доминация одного или другого в семье может напрямую привести, что или мальчик, или девочка, они не захотят быть тем полом, в котором они родились, потому что они не хотят видеть, как мама кричит на папу, или папа кричит на маму, вы понимаете? Сегодня у тебя очень тонкие моменты, но самое главное, молитесь, молитесь каждый день, чтобы Господь дал вам мудрости правильно воспитывать детей, дал вам мудрости правильно избирать слова, действия, которые бы повлияли. Следующий момент, мы как церковь, мы как церковь должны об этом говорить, мы должны об этом молиться, молиться, чтобы никто из наших молодых, будущих детей, которые только родились, не ушли, а были вместе с нами. Поэтому нам, как церковь, как в Библии говорится, идешь ли ты дорогой, ты должен говорить, сидишь, ты должен говорить. Наша задача любить, говорить и пробовать навернуть обратно, повернуть обратно тех, кто уже потерян. И самое последнее, что я хотел сказать, к сожалению, что меня подтолкнуло к этому моменту, к сожалению, мы должны сказать еще такую правду, что церковь, которую мы любим, к сожалению, она, эта идея проникает и внутри нашей церкви. Я не знаю, есть ли возможность показать тот слайд, который я дал Виталику. Если вы видите здесь, на этом слайде, вы увидите, что наше учебное заведение, адвентистское, Ла Сиера, она празднует вот этот день Pride и приглашает всех, кто себя чувствует к ЛГБТ и остальным моментам. Это очень печально. Это очень печально. Вы знаете, мое сердце разрывается, когда я вижу, что истина Божия попирается уже в таких моментах. Но мы должны понять. Нет, генеральная конференция, наш дивизион, они стоят на твердых позициях. Вы можете и почитать их. Но есть определенные мелкие организации, мелкие учебные заведения, которые могут каким-то образом. Поэтому я вас прошу, наблюдайте, куда ваши дети ходят в школу. К сожалению, даже наши и адвентистские учреждения не всегда являются гарантом того, что там все будет окей. Поэтому, дорогие друзья, не обманывайтесь. Последнее время будьте бдительны и смотрите за детьми. Бабушки, дедушки, смотрите за внуками. Служителя, смотрите за всеми, чтобы мы все остались вместе и когда-то мы унаследовали Царство Божие. А там написано, что туда не войдет ничего нечистое. Но только оправдавшись любовью и благодатью Божией, мы можем стать новым творением и жить и служить Господу вечно. Аминь. Помолимся, дорогие друзья. Дорогой Господь, мы благодарим за это время рассуждения над Словом Твоим. Это была непростая тема, Господи, для меня, поэтому я прошу прощения, если я где-то, Господи, неправильно что-то представил, но я хочу, чтобы мы молились, Господи. Мы просим, благослови наше будущее поколение. Помоги, Господь, чтобы мы не потеряли никого, чтобы по дороге в вечность мы никого не потеряли, а только приобретали. Особенно наших детей, Господь, особенно наши будущие поколения. Поэтому даруй нам мудрости, как служителям правильно говорить, даруй мудрости родителям правильно воспитывать, даруй мудрости бабушкам, дедушкам правильно поддерживать и помоги, Господи, чтобы мы когда-то вместе в Царстве Божьем встретились и славили Тебя как единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.